И надеюсь, Маринка, Галинка меня слушает. На прошлом вебинаре я прочитал их стихи и не показал их фотографии. Я решил исправить ошибку. Потому что все эти тольческие люди. Какие тольческие люди. И я решил, у меня таких несколько, Галинка Маринка, моя любимая подруга. Поэтому я начинаю с нее. Я постараюсь на каждом вебинаре хоть и много стихов. Ну, естественно, что не бывает так. Талант в одном. Она и садовод талант, и в стихах талант. Но мне нужна одна минута. Потому что у меня пока сидел, кончился чай. Как-то незаметно. Я сейчас... Спасибо. Спасибо. Так, поехали дальше смотреть. Давайте посмотрим. Вот моя милая Галинка. Мы с ней очень давно знакомы. Наверное, уже лет 20. Так. Это ее сад. Это ее внучок. Это еще... Ну, она говорит, что это все от меня в свое время возила. Ну, будем, наверное, еще это так. Если она мне не льстит. Это. Это. Ой, красотища. Это. Ой, красотища. И это. Груши. Ну, я даже говорю, что они сладкие. А вот и на порт. Правильно? Гарри, все верно. Порт. Без обмана. Ну, 90%. Я же уже не помню, что ты от меня возил. Вот 20 лет плавал. Скорее всего, меба красная. Ну, а это, скорее всего, или... Или-или. Боюсь, если сказать. Вот такой формы. Такие груши. Они немножко... Видите, как будто тут 2-3 сорта. Вот. Стихи Гаэль и Лелькина. Внимание, друзья. Я не могу без этого. А то начал с руганий. Надо немножко успокоиться. Караул грабит меня. Грабят. Вас... А, нет. Вас грабят с помощью моих подарков. Успокоиться не могу. Те два фильма. Купил на сотни тысяч. Все мертвое. Под снегом согреваются поля. Укрытые под теплым одеялом. Наполненная влагой ждет земля. Чтоб выпустить цветочные поляны. Заряженное солнцем спит зерно. До мига пробуждения природы. Но кружится метель и полотно. Как сединою покрывают годы. Отдавши все до плода. Сад мой спит. В сугробах муравейники укрылись. Под каждой почкой этот цветок. То лист богатым рожаем не хвалились. Легко и просто рисовал мороз. Свои пейзажи на замерзших реках. И стал еще белее цвет берез. Пусть снег идет на радость человеку. Господи, нет у меня снега. И не будет еще долго. Да что творится-то? Ни снега, ни воды. Небо пустое. А вот здесь, вы понимаете, что такое настоящий сад? Вы представляете, сад где миллионы людей. Я ехал с этого, с Красного хутора. Я проезжал майну. Уже забыли. Только кричали 50 тысяч за любой костер. Заплатите. Тишина. Сур дичайшая. Хорошо ветра нет. Горят костры с этими самыми. Прямо посреди сада. Прямо посреди сада горят эти. Вот она упоминает цветок и лист. Все это горит, горит, горит. Хорошо ветра нет. Ведь это вся улица может запылать. И уже уснули эти пожарники. Вот. Все. Как-то все быстро забыли. И на самый момент, когда все это сушит дичайше. И вот знаете, что такое настоящий сад? Это когда не выгребают. Вот что такое настоящая поэтесса? Настоящий садовод. Видите? В сугробах муравейники укрылись. Не уничтожены, укрылись. Ой, знаете, у меня мурашки по коже, когда я первый раз читал. Так. Ну что скажу? Подарки в студию. Добрый день, Наталья. Значит, переписка на этом, на канале, на моем. Получаем мы с вами один год. Получается, мы с вами в один год выписывали косточки. Только я еще и культурные приобрел. Академика, мы выбрели. И в ассорти попалось два крупноплодных, желтых обреков. Подарки в студии. Вот, Виталий, ну что я скажу? Да я этим и живу. Мне нужно постоянно напоминать, что я живу не зря, чтобы мне руки не опустились. А вот и амур. И заметьте, это настоящий амур. А не тот, который продают по цене стакана водки. Вот он. Видели?